привет вселенная сегодня у нас 20 июля 8 часов вечера 40 минут по калифорнийскому времени у вас может быть на 10 часов больше может быть время такой же как у меня может быть вы смотрите меня из другого штата в америке в разных штатах разное время я сегодня видите какой-то бодрый счастливый радостные и все потому что два последних дня у меня классно получаются все дела и вот что езжу тут что-то видите фотографируют вот такой вот нло что тут еще и красиво сфоткал такой вот прям в общем прям сегодня у меня кстати два месяца как я в америке 20 мая 2020 2022 года в 2020 я пересек на машине границу вот правда первый месяц конечно у меня 26 дней было в заключении но без этих 26 месяцев не было бы всего остального поэтому я благодарен и кстати говоря хотела бы с этого начать потому что я уже говорил что нужно уметь ценить то что тебе дает дает тебе жизнь и частности когда я был в детеншине мы смотрели много американской рекламы я узнавал рынок да и благодаря этому узнал что есть такой мобильный император в райзен на который я подключился вот это не реклама я был бы конечно не против если они мне заплатили но в общем и я увидел что ну в общем много рекламы о том что можно взять себе iphone за внимание за 30 долларов в месяц ну то есть мне кажется это даже в моем минске в котором я родился и вырос 30 долларов в месяц это просто какие-то сумасшедшие цифры то есть сумасшедшие маленькие а для лос-анджелеса там где в макдональдсе поесть один раз 15 долларов но это просто просто какой-то пшик в общем я долго думал долго думал ну как вообще не думал если честно я знал что когда я приеду я прям сразу как только у меня получится когда получится получу такую возможность куплю себе iphone вот такой вот за 30 долларов в месяц вот плюс я пока еще был в детеншине мне рассказали о том что его сразу же после того как выходит новый iphone можно заменить на ну то есть прийти сдать и получить новый и я в общем с этим всем сразу пошел подключаться на мобильный оператор horizon когда я приехал вот в первый день я уже об этом рассказывал кратко у меня попросили только не попросили ни паспорт никаких документов вообще не попросили я им показал свою банковскую карточку еще белорусскую они увидят прочитали на ней имя и фамилию и записали дали мне выдали я сразу оплатил первый месяц понятное дело вот и мне сразу выдали симку я спросил он говоря iphone у вас можно взять они говорят мол когда у тебя будет ссн набра приходи вот и ну я что-то хотел ходил 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 понимаешь что как бы лишних денег нет но думаю ну а вдруг вот ну надо себя как-то похвалить во первых я очень много чего сделал во вторых есть последние два дня я сегодня очень много чего сделал тоже купил себе учебники на 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 мою бесплатную вот эти курсы по английскому языку учебники стоили 120 долларов кстати говоря дорогие друзья если вы не хотите задонатить на обучение вообще на что-нибудь я буду вам очень сильно благодарен чем пришел я потом я поехал там в разные организации там по страховой тоже потом сниму отдельное видео по страховке невероятно у меня были приключения длиной в месяц на это наконец-то все решил и вот скоро скоро получу карточки как карточки получу все вам расскажу и ведь я даже какой-то бодрый сегодня хорошо тоже выгляжу я не знаю что это такое может отдохнул может я не знаю просто три дня назад я был просто почти в пред не знаю мне казалось что я умру в общем приезжая в райзен в этот тот самый говорю им а мне же еще не выдали айди я же вам рассказывал вот вчера что мне сказали что мне нужно дополнительные документы а и соответственно если дополнительные документы это еще недели две ждать пока мне его пришлют в общем я прихожу такой в райзен они такие где ваша иди я я им такой сначала кидаю на на стол ссм ну потому что ссм это круче чем айди я уже заметил что всегда когда ты показываешь ссм вот за последние два дня в организациях показывался за несколько раз и не таки прям окей вот и потом я мужики даю этот листочек свой из дмв о том что у меня все еще изготавливается а иди они такие говорят а у вас есть мол айди просто карточка я гури не не она еще изготавливается они такие а какие у вас даты рождения мы 11 10 87 они такие блин но у вас есть какой документ с фоткой и я им вы не поверите я даю им карточку костка в америке есть такая система я думаю что вы не знаете то есть система господи как это в общем сеть вот сеть гипермаркетов костка и у меня был фейл я пришел в магазин купил себе продуктов подхожу к кассе они не горят а у вас у нас здесь могут расплачиваться только мембры идите покупать себе карточку мембера ну я подумал что ну конечно лишь это не лишние деньги но когда у тебя в америке нет ни одного документа с фоткой а я увидел что там фоткают людей я подошел и купил себе на год такая такая карточка стоит 60 долларов на год вот а за 120 долларов карточка которую тебе начисляет кэшбэк за твои покупки и я купил пока обычную мне сказать что если у меня будет там какая-то покупка на сумму больше 250 долларов я смогу ее доплатить и обменять на карточку с кэшбэком в общем пока я вне это все не актуально и я эту карточку костка хранил на тот случай когда мне скажут нет давай нам любой документ свой с фотографией и я вы прикидываете они говорят у вас есть какой-нибудь я такой типа как невзначаемо просто бросаю мол а да да у меня где-то костка вам подойдет костка и там за обратность я вам сейчас покажу эту карточку костка с оборотной стороны там фотка и это выглядит очень смешно ну то есть карточка костка просто и что там надо что-то закрыть за и чтобы ну вот такая вот фоточка абсолютно такая в майке в какой-то серый и тут вот имя фамилия все ну то есть вот такая вот фотка и даю ему эту карточку не такие уходят этот чувак куда-то советовать совещаться с мен с менеджером приходит грида все вам заправили давайте выбирайте айфон вот я но я такой перед тем как выбирать этот айфон говорит слушайте скажите пожалуйста пожалуйста скажите пожалуйста а я смогу его обменять на на обычный смысле на 14 когда вот он выйдет через три месяца и они не такие говорят ну давайте посчитаем в общем они сказали что к тому моменту когда выйдет 14 фон мне нужно выплатить весь кредит за 13 и это получается я я себе выбрал iphone 13 pro max 1 терабайт я даже не знал я сушить так давно не следил за этим всем можно оказывается уже память есть оперативно оперативно короче место на телефоне один гигабайт терабайт терабайт гигабайт смешно это было как у земфира недокуренный план гигабайт фотографии она сейчас тоже на концертах терабайт фотографии да и вот и здесь один терабайт памяти и стоит телефон полторы тысячи долларов в месяц ты должен платить за него не 30 если бы это было 512 например гигабайт то было бы 30 долларов а за такой 40 короче 44 90 как обычно у них там очень 45 долларов и но при всем при этом мой тарифный план у меня тарифный план сейчас я при подключении платил 70 долларов 75 долларов в месяц но это уже с с налогами за мобильный оператор да здесь мобильный оператор суп с безлимитным интернетом без безлимитным количеством звонков в месяц стоит 75 долларов сейчас я вот во второй раз уже платил за второй месяц 65 я платил ну то есть первый месяц дороже вот и мне сказали что при этом если я возьму в рассрочку вот такой вот телефон это получается на два или на три года по 45 долларов нужно платить если я возьму телефон в рассрочку то мой тариф на мобильном операторе по какой-то причине непонятно изменится на 90 долларов ну то есть я буду платить не 65 долларов как сейчас а 90 ну то есть еще 30 долларов ну то есть 25 получается сверху ну как бы мне не очень понравилось получается с с налогами и совсем ну то есть получается вместе будут платить за мобильную связь и за телефон 144 доллара вот это это уже с налогами ну такое короче почти 145 и мы бы так посчитали что я за три месяца типа условно выплачу там типа 400 там сколько четыреста пятьдесят долларов ну то есть еще типа там почти тысячу с лишним нужно будет не нет не неправильно я считаю 45 минус 45 короче почти все ту же самую сумму вот сколько было там тысяч четыреста пятьдесят или сколько там за телефон нужно будет заплатить через три месяца и только тогда я с одной стороны надеюсь что через три месяца для меня это уже сумма типа 1000 полторы тысячи долларов за телефон уже будет не не как бы не какая-то такая вот как сейчас я не говорю что я к этому моменту уже раздам все долги для меня эта сумма будет прямо вот но в общем я решил что я подожду и iphone брать не буду они мне сказали что-то с рабой там с терабайтом у них нет сейчас в офисе телефона они могут его заказать ему нужно будет за ним вернуться я сказал что да но потом когда мы решили что я подожду 14 айфона вот я просто не осуществил закус свой заказ они мне сказали что моя заявка уже оправленная у них висит то есть я теперь мне уже не нужно будет второй раз приходить к ним но я имею ввиду прийти то нужно будет но там все эти документы не нужно будет им показывать соответственно вот такой вот лайфхак как можно без айти карты взять себе iphone в рассрочку я не взял потому что буду ждать 14 а вам пожалуйста имейте ввиду имейте возможность такую желаю вам классно приобрести приобрести по выгодной супер выгодной цене это все 30 долларов месяц может вам терабайт не нужен конечно там 45 долларов месяц это прекрасно это прекрасно и для америки это просто копейки поэтому к сожалению я мне придется ждать но у меня в любом случае есть на что деньги тратить поэтому подарок я себе не сделал хотел себе сделать какой-то подарок два месяца я трудился как не в себя вот добился огромных здесь результатов и ну прислушайте ребят если вы хотите мне это по донате мне на на iphone если с удовольствием куплю доната у меня в ссылке вот пока для меня полторы тысячи долларов неподъемная сумма вообще для пока победы для меня это проблема в общем хорошего всем времени суток увидимся завтра это была вселенная сергея ульянова если чем-то помог ставьте лайки и подписывайтесь на канал мои соседи внизу пока пока